Тамбовская область. Этот край у всех россиян давно ассоциируется с волком. Но разве дело только в стародавней поговорке? Вот волки водят по ночам. Как только водят, у нас кто-нибудь обязательно примирает. Здесь мы услышали страшные, невероятные истории, поверить в которые разум просто отказывается. Пропадали люди, и вот они скот пропадают. Ну, было вот с осилим у меня товарища, супруга жива. У них ребенок пропало. И до сей поры вот не могут найти кто-то. Все говорят, что-то забирало. А до сей поры вот не могут найти. Люди произносят это слово, превозмогая страх. И это слово звучит, как приговор. Оборотня, он есть, ибо. Местные жители не просто верят в оборотни. Для многих из них это реальность, с которой приходится мириться. У нас здесь семья жила. Ну, вроде как обычная семья, да. Родился ребенок, который был полностью покрытым волосами. Мы видели этого ребенка. Позвоночник был продлен. Не нужны никакие медицинские объяснения. Жуткие монстры преследуют местных жителей с древнейших времен. Все, что остается, просто признать очевидное. Я видел, как к нам в дом. Приходил в этот оборотень. Так существуют ли полузвери-полулюди из старинных легенд? Правда ли, что жуткие монстры могут ходить по земле здесь, совсем рядом с нами? Самая большая победа дьявола в том, что он убил нас от нас, в том, что его нет. Он есть. И все эти слуги дьявола, они около нас ходят. Съемочная группа программы «Таинственная Россия» оказалась в лесах Тамбовской области. Здесь мы встретились с человеком, который обещал провести нас в самые страшные, в самые опасные, наполненные жуткими слухами и легендами места этого края. У нас в лесу здесь места дикие такие. Может случиться все, что угодно. Мы восприняли предупреждение нашего проводника как должное. И даже представить себе не могли, что опасности здесь более чем реальны. Наша машина неожиданно заглохла прямо посреди леса. Но, как оказалось, для водителя это не было неожиданностью. Такие тоже случаи, что машина плохо. И ломается машина тоже. Вот именно вот в этом месте. Всего сто километров от Тамбова, а мы уже словно погрузились в другой мир. Чужой для нас мир. Эти места называют блудными, аномальными, проклятыми и даже заклятыми. Здесь всегда что-то случается. Поэтому главное проскочить лес, пока не село солнце. Был случай, на девчонку напали волки. И просто ее разорвали. На деревнях, куда мы держим путь, ходят слухи, что они кишат ведьмами, колдунами и оборотнями. Вы не ослышались. Речь идет о жутких существах, полулюдях, полуволках. Жестоких, беспощадных, алчущих крови. Несколько дней назад, прежде чем поверить слухам и отправиться в путь, мы обратились в Маршанский историко-художественный музей. Здесь нам объяснили. Эти земли истории заселяет Мар-2. Это древний народ, который всегда увлекался колдовством. И вот в захоронениях мордовских есть такая версия у ученых, что некоторые захоронения, тип, набор предметов говорит о том, что, скорее всего, этот человек занимался колдовством. Вот, например, часто клался в захоронения, находят посуду, в частности, горшки. И вот в этих горшках, например, встречается положенный туда перстень. И некоторые ученые считают, что это именно связано с некой колдовской древней традицией. Мордване просто считаются народом, хранящим тайные колдовские знания. У них всегда были совершенно особые верования, связанные с животными. До сих пор рассказывают в маршанских деревнях о существовании нечистой потусторонней силы. Они нам рассказывают о том, что до сих пор существуют люди-оборотни, которые могут оборачиваться и в живые существа, и в неодушевленные предметы. Например, свинью. Или, например, в колесо, которое скатывается по пригорку, и вдруг это колесо оборачивается в женщину. Или, например, свинья превращается в женщину-старушку. Речь идет о людях-оборотнях. И свинья – это лишь бытовой, самый начальный уровень местной магии. Гораздо большую опасность представляли люди-волки. И тот же волк, мы его знаем как жестокое животное, которое... А волки не говорят, что он загрыз, он зарез. Действительно, жестокое животное, которое может за одну ночь целую овчарню вырезать. А археологи обнаружили в этих местах однажды странный предмет. Его назначение они не могут понять до сих пор. Но негласно верят. Это было оружием против оборотня. Сохранилась запись, что этот предмет был найден близ деревни Елизавета Михайловки и привезен в музей частным лицом. Федор Петрович записал, что это двулезвийный серп. Но если мы посмотрим внимательно и попробуем представить себе этот предмет в качестве серпа, то поймем, что, скорее всего, это не серп. Но некоторые ученые считают, что это некое холодное оружие. На мысль о том, что с помощью этого серпа убивали оборотней, наводят остатки серебра, что были найдены на предмете. При исследовании ученые обнаружили, что некоторые части этого необычного предмета были покрыты тончайшим слоем серебра, который со временем потускнел, и сейчас его уже можно едва-едва обнаружить. Итак, если местные жители не просто верили в оборотней, а на полном серьезе делали оружие против них, значит, эти существа действительно могут быть не плодом фантазии, героями легенд, а вполне реальными живыми тварями, способными нападать и убивать. После этого рассказа мы решили отправиться туда, где было найдено это загадочное оружие. Туда, где, по слухам, до сих пор можно встретить живого оборотня. В Мордовские деревни. И первой из них станет Михайловка. Сюда мы с трудом добрались после поломки машины. На первый взгляд перед нами обычная деревенька. Но что-то здесь все время заставляло нас находиться в напряжении. Нервно оглядываться. Мы решили порасспрашивать местных жителей, правда ли, что говорят о колдунах и оборотнях в этих краях. А я не скажу. Почему? Не хочу. А встретили, мол, то он меня седести, все. 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 Но другая женщина все же согласилась поделиться кое-чем из увиденного. Вот я видел, по грибам ходила, грибы рвала. Прям я рву грибы. И стоит, стоит гриб, гриб. Я иду, иду к грибу. Вот. И слышу, щелкает зубами. Я говорю, что это такое-то? Как гляну, он такой тут стоит. Большой. Я взад, 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 взад. Кошел корзинкой взяла. Ли оставила ли на месте, я не помню теперь. И убегала. Глаза у него были как человечие. Не знаю, кто был. Я его не исповедовала. Не знаю. Страх после этой встречи заставил женщину принять меры безопасности. Ну, вот крест на двери. Еще в оборотни заходил ко мне. И все. Уходил. Кто точно в их селе является оборотнем? Мария Прокофьевна не знает. Но отчасти она этому рада. Говорит, когда знаешь, еще страшнее. Раньше был такой, вроде называли, колдун. Он переворачивался вот в этом вору. Он вроде немцы человек, а потом подойдет такое время, он переворачивается на какое-то животного. Другая жительница Михайловки объяснила. У них принято называть этих существ не оборотнями, а оборотками. Значит, это было дело, ну, где-то 11-12 час. Вдвоем мы с напарницей шли. Ну, дошли где-то там посреди деревни. И стоять, что, на дороге. Волк такой здоровый, здоровый. Ну, все. Мы сразу перепугались. Начали орать. Жек и нет его. А вообще-то у нас в деревнях не оборотни называют, а оборотки. Мы перепугались, конечно, и дунули кто куда. Рассказы других жителей деревни не менее жуткие. Да, вот прям за деревней волки и с маленькими ребятишками ходят. Следы там, что видно. Можете превращаться в кого-то назад. Что же творится в лесах Тамбовской области? Неужели волки-оборотни и в самом деле живут совсем рядом с обычными людьми? Продолжение расследования съемочной группы «Таинственной России» сразу после рекламы. Тамбовская область. Регион полный слухов и легенд о страшных жестоких существах. Волках-оборотнях. Поверить в это обычному человеку не так-то просто. Ну, я переехал недавно сюда. И вот по слухам, да, я тоже слышал, что здесь какие-то оборотни ходят. Иван Черкасов переехал сюда всего несколько лет назад. Поначалу все жуткие слухи казались ему лишь местными небылицами. Страшными сказками для непослушных детей. О колдунах, способных превращаться в волков. И слышал, что вот одного хотели поймать. Было много народу и домой вернулись только половина. Их уже нашли кого-то за грызными, кого-то там без головы просто. Но прошло совсем немного времени. И слухи стали походить на страшную правду. Я видел его, потому что поздно вечером. И видел, что кто-то рядом со мной бегает очень быстро. Какая-то тень. Похожа на человека, но человек не может так бегать. Это я уже знаю. По-моему, даже оборотни был. Это удивительно. Но существование оборотней в этом регионе мы слышали постоянно. В каком бы населенном пункте мы ни оказались. Ну, однажды даже было такое, что я шел по лесу и встретил человеческие кости. Ну, полностью обглоданного человека. А кем он обглоданного, неизвестно. Есть оборотень человека у нас такой. Может, и им. Ну, как... Ну, человек, он как вроде человек, но он оборотень. Этот человек рассказал нам интересную деталь. Многие местные жители замечают, что появление оборотней часто связано с сильнейшим ураганом. Он проходит здесь не реже раза в год. По одним и тем же деревням. Вот во время этой смерчи и в этой непогоде он превращается в волка и убегает. Есть такое. То есть все одно временно с этим оборотнем и с этим смерчем. Он же в такую хорошую погоду оборотень никогда не появляется. Он появляется всегда в ненашнюю погоду. Такой вот, ну, когда там ветер, шум и прочее. В Тамбовском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды нам подтвердили. Ветра здесь действительно бывают просто жуткие. Последний сильный ветер, очень сильный ветер. Со скоростью больше 25 метров в секунду у нас отмельчался у ночь с 1 на 2 мая. Он отмельчался у нас в Тамбове и Уварово. Здесь скорость ветра достигала 26 метров в секунду. На остальной территории области она была, ну, порядка 20 метров в секунду. Вот. То есть тут как бы было наиболее высокие скорости ветра. К ураганам здесь, как правило, готовы. Но это не отменяет неприятных последствий. Ну, у нас в городе произошло отключение электроэнергии практически на всю ночь. Произошло падение одного строительного крана. Ну, у нас большой ущерб сельскому хозяйству, потому что вот выдало посевы сахарной свеклы. Они как раз, ну, молодые, незащищенные. И вот их посекло еще песком. И это очень большая скорость ветра. Вот. Ну, естественно, сносило крыши, ломало деревья. То есть и за счет этого происходило обрывы линии электропередач и отключение электроэнергии. Проанализировав всю информацию о смерчах, которые проходят в регионе, мы обнаружили четкую зону, где это природное явление повторяется из года в год. Этот район можно условно обозначить по двум крупным городам. От Маршанска до Мичуринска. Как ни странно, большая часть обозначенной территории попадает на территорию расселения мордвы. Людей, которые до сих пор верят в оборотни. Что это? Случайное совпадение или закономерность? Мы решили проверить все лично и посетить начальную и конечную точки зоны смерчи. Однако эти ключевые точки городами мы обозначали лишь условно. При детальном рассмотрении мы узнали, что ими являются деревни и села. Если исходить из направления ветра, начальной точкой смерчи можно назвать села Красиловка и Новоситовка Петровского района. Туда мы и отправились прежде всего. Первые же местные жители, которых мы встретили в Красиловке, подтвердили. Ураганы здесь действительно бывают часто. Ну вот, например, совсем недавно было весной. Вот у нас было. Несколько крыш снесло. Сильный ураган был. Ох, сильный, сильный. Был ночь страшную. Однако еще более страшными оказались истории о жутких монстрах, что видят в этих краях. Вот у них, как сказать, лик, как человеческий, а облик на это не похож был. Вот. И они, как вы говорите, силу себе таскали. Если человек, как вы говорите, встретится, посмотрит меня вот с этим, с тобой, со мной, получается, живой. Но, судя по всему, речь идет о страшных звероподобных тварях с одним глазом. Рост был выше среднего. Вот. И вот единственный глаз, который, говорит, он там так вертелся, крутился в разные стороны. Но о ком идет речь? Что это за существа? Неужели те самые оборотни? А если нет, то связаны ли оборотни и эти зверолюди? Чтобы понять, с чем или с кем мы имеем дело, мы обратились к краеведу Петровского района, местной жительнице Татьяне Иванниковой. Они, как рассказывают, ловили и к себе утаскивали людей. Что было с этими людьми, никто не знает из наших сел. Вот они исчезали, и все. Ну, а вот здесь просилочки, что съедали их, так говорят. Но, в любом случае, никаких там мирных контактов не было. Татьяна Ивановна уверила нас, эти рассказы не просто местные легенды. Ну, вот это была не сказка. Были какие-то существа, очень сильно отличающиеся от людей. И вот именно, ну, опасные для людей. Но, возможно, это вот именно какая-то ветвь человека. Потому что места эти, в общем, были обитаемы с мирно-каменного века. Это были не люди. То есть вот похожи на людей, но совсем не люди. Иначе бы их называли как-то, там, именем какого-то приемня, но не люди. Татьяна Ивановна постаралась собрать всю возможную информацию об одноглазых зверолюдях. Про столь опасных соседей лучше знать как можно больше. Ведь до сих пор точно неизвестно, ушли они из этих краев или все еще прячутся в соседнем лесу. Ну, мы сейчас находимся в этом урочище под Красиловкой, где, по рассказам старожилов, жили эти зверолюди. То есть когда-то здесь был лес, жили они вот лесной чаще. Лес давно-давно сведен. Сюда никто из людей даже не приближался, потому что очень такое было страшное место. Однако то, что на месте логова зверолюдей лес был вырублен, отнюдь не означает, что они сразу же покинули эти места. Последние годы их здесь действительно уже не видели. И связывают это событие с местным чудом. Чтобы увидеть его, мы отправились в соседнее село Новоситовку. Однако прежде чем услышать о чуде, мы узнали от местных жителей несколько жутковатых историй о колдунах и оборудованиях. Мама шла ночью от подруги с той стороны села. Вышел существо, скажем, человеческое. Болосатый весь такой. И как бы вот к ней руки протягивали. Она говорит, я перекрестилась, церковь тут, и он исчез. Кто это был? Что это был? Судя по первому описанию, это мог быть как зверочеловек из Красивовки, так и оборотень. Точно сказать пока сложно. Сам Виктор уже и не знает, во что верить. А вот в 56-м году мою собачку прям во дворе волк загрыз. Тетя смотрела из дома, с кухонное окно, но она же ничего не могла сделать. Собачка у меня была маленькая такая, Дозор звал, первая моя собачка. От этих рассказов мурашки бегут по коже. Такое чувство, что эти места кишат оборотнями или какими-то еще злыми существами. Правда, даже взрослые жители этих мест помнят их в основном по рассказам родителей. Отец, он сам никогда не верил в это, что тут что-то нечистой силы верить. Пока вот сам не попал, что на спину село ему, он не видел. Но кружился на лошадь вокруг села. До первых петухов пока не про кукурил. Нам объяснили, однажды случилось настоящее чудо. И власть тьмы постепенно стала сходить на нет в этих местах. Ураган был, свалил ветло. На этом месте получилось как колодец. Мы правильно ходили, мы смотрели, что иконцы показывались. Мы не сразу поняли местное наречие. Но вскоре удалось разобраться. Оказалось, что однажды ураган выломал с корнем одно дерево. И на его месте забил священный родник. Ну, произошло это было в 67-м, 68-м, примерно так. Во время грозы дерево сломало. Оно лежало примерно вот здесь. После грозы образовался источник. Здесь многие проходили женщины, подошли попить воды и увидели лика, святых. Первое время священные лики являлись в водах этого ручья довольно часто. Эта женщина сама стала свидетельницей одного из таких чудес. Я стал ходить на уколы. Иду на уколы, с уколов. И подошла, не хуже, попить, умыться и поглядеть. Лежит прям иконку. Вот иконка маленький. Николай Угодничек. Я говорю, иконку кто-то, наверное, положил. И так она ясвенно. Я говорю, так я рукой. Я рукой слазила, нет там ничего. Местные жители уверены. Святая вода родника стала очищать эти земли от нечисти. От одноглазых монстров, колдунов и оборотней. А то, что все эти черные твари связаны между собой, здесь никто не сомневается. Точнее говоря, если свести воедино местные поверья о колдунах, оборотнях и одноглазых зверомонстрах, получается следующее. Когда-то на этих землях рядом с людьми жили страшные одноглазые монстры, внешне немного напоминающие люди. Они воровали мужчин и женщин из соседних сел, и, похоже, не только для того, чтобы удовлетворить свой животный голод. У них рождались дети. Это было нечто среднее между зверем и человеком. Они селились на окраинах поселков и слыли среди местных колдунами. Однако время от времени, под покровом ночи, они могли оборачиваться в животных. То есть они были оборотнями. Но они были всегда еще раньше, с раньше времен, со старых. Даже говорят и в оборотнях, и в волков, и в лошадей. Ну, видели тут, ходят, ходят как волк, как не волк, как говорят, человек в волчьем обличье. Здесь, где однажды забил из-под земли святой родник, вода преградила дорогу злу. Но что находится дальше? Ведь мы узнали, что места появления оборотней каким-то образом связаны с полосой смерча, которая из года в год проходит по одним и тем же селам. Сейчас мы находимся там, где опасная стихия лишь зарождается. Но что мы встретим на другом конце пути Тамбовского урагана? Съемочная группа таинственной России отправляется на Давыдовское городище. Туда, где стихают ветра. Какие тайны откроет нам это загадочное место? Вы узнаете это сразу после рекламы. Съемочная группа программы «Таинственная Россия» в экспедиции на территории Тамбовской области. Мы узнали, этот регион не случайно связывают с волками. Местные жители всерьез верят, что в их краях живут обороны. Оборотничество – это весьма древнее верование. Мы не можем сказать, с какого момента оно появляется у человека. Изображение каких-то странных существ, которые непонятно, то ли люди, то ли какие-то полулюди, полузвери. Ну, во всяком случае, в искусстве встречаются уже тысяч за 20-30 до нашей эры. Заведующий отделом славяно-русской археологии Института археологии Российской Академии Наук нам объяснил. Истали на Руси к оборотням относились не как к сказкам, но как к реальности. То есть в них не просто верили. Их существование даже не оспаривалось. Дело в том, что с 1-й, 3-й, 16-го века до нас дошло ряд судебных дел по поводу колдовства. И некоторые случаи, связанные с оборотничеством. Ну, значит, есть судебное дело уже 18-го века. В 1723 году 20-летний Василий Воининов был, значит, привлечен к суду по обвинению в том, что он занимается колдовством и порчей. И вот он сообщает, между прочим, что он не держал при себе тайны ремесла, а обучал колдовству других. Дворовую женку Лукерью якобы сделал ведьмой, обучив оборачиваться птицей, а именно вороною, и разными птицами, и всякими разными зверми и скотом. То есть, вероятно, и сам умел, надо думать, если он сумел научить этому дворовую девку. Но, как объяснить это явление, я затрудняю. Однако, благодаря исследованию различных исторических документов, Алексей Владимирович выяснил, что существует несколько способов стать оборотнем. Самый простой из них – разозлить колдуна. Есть оборотень-жертва. То есть, скажем, колдун хочет испортить свадьбу, и всю команду их превращает в волков. Мы уже выяснили, что многие места в Тамбовской области наполнены слухами о сильных колдунах. Говорят, древняя Мар-2, что жила в этих лесах и является предками многих современных жителей края, владела тайными колдовскими знами. Но есть и еще один признак, объединяющий земли, где видят оборонь. Это так называемая полоса смерчи. В точке, откуда разрушительная стихия берет свое начало, мы уже побывали. Теперь наша съемочная группа собирается на Давыдовское городище. В конечную точку смерчи. Однако нас предупредили. Это не просто некий населенный пункт. Городище – это останки древнего города. Кто там жил и почему город был разрушен? Пока непонятно. Поэтому прежде чем отправиться в Давыдово, мы решили заглянуть в Тамбовский государственный университет имени Державина. На Давыдовском городище мы сразу столкнулись со следами нападения на эту крепость. Помимо многочисленных свидетельств пожарищей, мы обнаружили и чатично сгоревшие останки человека. На черепе, которого погибшего человека, были обнаружены следы насильственной смерти. Исследования показали, что перед учеными останки женщины примерно 30-35 лет. И ее ноги до горцовых костей сгорели от страшной температуры. Это как раз не угольки, это обгоревшие кости, все уже практически кальцинированные, черные. То есть температура уже была выше тысячи градусов. Говорят о высокой температуре. На первый взгляд вырисовывается вполне обычная картина. Город, судя по всему, был уничтожен неким захватчиком. Все его жители погибли. С тех пор это место необитаемо. Однако оно хранит немало тайн, которые ставят в тупик исследователей. К примеру, известно, что здесь жила древняя Мордва. Но это поселение нельзя назвать типичным для мордовских племен. Они не склонны были создавать такие крупные города. Чтобы увидеть это место своими глазами, вместе с Сергеем Андреевым мы отправились на городище. Мы с вами находимся на краю террасы жилой. Вот практически я стою уже на том месте, где находилась стена. Здесь и чуть ниже. Вот здесь проходила по периметру этого мыса стена из бревен. Так вы видите, с такого. И которая потом соединялась уже у вала в мощную оборонительную стену. Так перед нами все, что осталось от некогда крупного мордовского поселения. Уникального поселения внутри крепости. Думаю, что битвы как таковой здесь не было. Здесь, похоже, обложили просто эту крепость и ее сожгли. То есть здесь как закидали стрелами, что никто не мог голову поднять. Зажигательными стрелами подожгли укрепление. Собственно, вот она выгорела. Враг не пожелал разграбить или захватить крупный город. Его просто уничтожили. Выжгали полностью. Ученые решили разузнать поподробнее, что представляли из себя жители этого городища. И продолжили раскопки. А вскоре были буквально шокированы. Здесь, на руинах этого древнего языческого города, ими были обнаружены две христианские печати. В данном случае мы можем предполагать миссионерскую какую-то деятельность христиан. Здесь могли быть миссионеры, это однозначно. То есть одно из причин появления здесь христиан, я думаю, связано именно с этим, с попыткой обращения язычников к христианству. Но Русь крестили только в 9 веке. А найденные печати старше этих событий лет на 300. Нам пришлось вернуться в музей, чтобы увидеть печати с крестами своими глазами. Вот две такие подвески, по нашей гипотезе, относящиеся где-то примерно к 6-7 векам, и связанные с какой-то перепиской с Византией. То есть эти печати, по сути, свои висели на документах. И, собственно, скрепляли эти документы. И вот эти две печати, они несколько отличаются друг от друга. Вот за два сезона нам удалось обнаружить. Собственно, причину появления пока совершенно не ясна. На городище были совершены и другие находки. Их было больше, гораздо больше. И они совсем иного рода. И связаны они, скорее, с тем, что местные жители как раз не склонны были принимать христианскую веру. Сейчас находим медвежьи, кости, волчьи. Волчь их очень много. То есть волк, я думаю, здесь был один из главных тотемов. Вот он мордвый, западный. Тотем значит животное, которое защищает и оберегает род. Более того, род считал, что берет свое начало, то есть происходит именно от этого животного. В данном случае от волка. Обилие костей волка, в частности, черепов, говорят, видимо, все-таки о определенном взгляде на это существо, на это животное. Нельзя не предположить допущение мордвой существования оборотней. Вот череп того небольшого волка, молодого. Ух ты, да, видите, кости. Похоже, тур. Так, вот волчья челюсть. Волчьи кости, вообще черепа, зубы являются часто находкой. Волчьих костей на городище было найдено едва ли не больше, чем человеческие. Точно сказать сложно. Задачи сосчитать и сравнить не было. Тем более, что подсчеты сильно затруднены. Кости волка, которые мы встречаем в культурном слое, как правило, в двух видах. Это либо часть амулетов с другими какими-то вещами, либо это кости, которые разбивались. Но разбивались с какой целью? Пока мы с грудями сказали. На первый взгляд сплошные вопросы без ответов. Но мы попытались сами проанализировать полученную информацию. Итак, в лесу некое языческое мордовское племя строит довольно крупный и хорошо укрепленный город. Они верят в силу волков. Они верят в свое происхождение от этого зверя. И это поселение, которое даже не удостоилось чести упоминания в каком-либо историческом источнике, привлекает к себе внимание настолько, что здесь ведется переписка с Византией, и сюда высылаются христианские печати. За 300 лет до крещения Руси. А затем сюда приходит другое воинствующее племя и просто начисто уничтожает город. Сперва забрасывая его стрелами, а затем поджигая. Так, может быть, захватчики хотели попросту уничтожить логово оборотней, очистить огнем землю, на которой поселились страшные твари. Томбовская область. Наши дни. Вы все еще не верите в существование оборотней? Мы заехали в небольшой, типичный для этих мест поселок. Каменный Брод. Вот тут у нас вот, где вот школа раньше была, жила женщина. Вот она превращалась и в свинью, и была колдунья. Есть тут, были такие люди у нас. Местные жители признаются, что и сегодня знают таких колдунов оборотней. И у нас сейчас есть, находятся люди, которые занимаются этим. Но познакомить нас с настоящим колдуном отказались. Более того, никто из тех, кого мы повстречали в этом поселке, не захотел даже указать направление, в котором его искать. Более того, что мы владеющие знаниями и умениями оборотней, вызывают у обычных людей столь сильный, суеверный ужас, что они по большей части просто отказываются говорить об этом. Ведь за неверно сказанное слово можно расплатиться жизнью. Единственное, с кем нам удалось познакомиться, местная бабушка ведунья. Это Валентина Логина. Она, хоть ведьмой у местных и не считается, но связи родовой с оборотнями не отрицает. Оборотни были. Это мой дядя, родственник, он был объездщиком. Его теща оборачивалась. Она и свинью оборачивалась. Она оборачивалась. Ну, у нее были ухи отрезы. Вот тетя Маша рядом со мной, что ладонька сейчас стоит. Она рассказывала, про как я оборачивалась. Валентина объяснила нам, что для оборотня нет невозможного. Он может стать и волком, и собакой, и лошадью. Но вот как происходит превращение, об этом не знает никто. Ну, слышал я то, что они оборачиваются на ножах и в полночь. Но сказать я тебе ничего, дочка, не могу не сказать. Я очень тоже боюсь таких людей. Я не хочу даже слухать про них. Они не нужны. Все, что знает Валентина Логинова, оборотни существуют. И лучше держаться от них подальше. Наша съемочная группа не пытается сторониться сел, от которых расползаются страшные слухи. Скорее, наоборот. Мы пытаемся разобраться в этом явлении. Понять связь между оборотнями, колдунами и ураганами, свирепствующими на Тамбовской земле. И в том, что эта связь существует, мы уже давно не сомневаемся. В Каменном Броде, где, судя по всему, до сих пор живут колдуны, злосчастный Тамбовский смерч каждый год оставляет новое разрушение. А вот буквально в нескольких километрах отсюда находится другое село, где обе проблемы неожиданно исчезли. Какое же спасение для своих жителей удалось найти председателю? В 2010 году, было это в августе месяце, ко мне, как главе Дегтянского сельского совета, обратился монах, брат Анатолий. Было принято решение для спасения обозначить при въезде в село поклонным крестом. Тогда глава Дегтянского сельского совета даже представить себе не мог, что этот крест на самом деле станет спасением для его села. Место, где стоит поклонный крест, здесь сначала села Дегтянка, здесь вот начинается первая улица, улица Полевая. Так вот, 17 апреля в районе 11 часов вечера прошел сильный ураган. И вы знаете, он дошел именно до этого креста, повалил крест, крест с большим ударом о землю был свален, и ветер на этом затих. Не пострадав ни, так сказать, ни одно здание, сооружение, ни одно дерево, даже сухо стоящее в селе, оно не пострадало. Крест после урагана сразу восстановили. Более того, укрепили. И, как оказалось, снова не зря. Так вот, я хочу сказать, этот крест спас нас и в этом году. У нас вновь где-то 22-го, в ночь на 23 апреля произошел снова сильный ураган, который спас вновь село, уже оставшись на своем месте, немножко наклонившись. Вот если вы видите, крест мы вот по тому электрическому столбу, как доставили, мы его выставляли ровно. А сейчас он немножко наклонен. В том, что ураган останавливает именно православный крест, сомнений ни у кого нет. Этот крест стоит только на территории вот села Дехтянка. А у нас в состав нашего сельского совета входят село Титовка, село Новая Дехтянка, село Каменный Брод. Так вот, в тех селах еще до сих пор не стоят поклонные кресты. И вот в этом году ураган, он именно постиг село Каменный Брод, где были обрывы электропередач, где люди более 10 дней находились находились без света, без воды, ну и, соответственно, без информационного сообщения, потому что телевизоры не работали. Более того, ни о какой нечистой силе, оборотнях или колдунах в Дехтянке так же давно ничего не слышали. Сегодня даже житель большого и современного города легко ответит на вопрос, чего боится нечисть? Креста. Христианская молитва. Вера. Так случайно ли, что именно крест спасает поселок от смерча и от нечисти? Более того, давайте вспомним село Красиво и Новоситово, где святой источник так же остановил ураган. Давайте вспомним византийские печати с крестами, найденные на месте городища, усыпанного волчьими костями. Давайте вспомним, что нам удалось узнать. Ежегодный смерч на карте Тамбовской области словно обозначил территорию, где верят и видят оборотней. На этой территории сохранилась память о страшных звероподобных существах, обладающих магическими способностями и похищающими людей. На этой территории живут колдуны, которые верят, что они потомки, результат брака тех страшных монстров и людей. На этой территории живут люди, которые верят, что колдун сам может обернуться любым животным и тебя навеки превратить в оборотня. Так правда ли, что здесь, в Тамбовских лесах, на территории нашей таинственной России, могут обитать существа из легенд и преданий? Существа, чье тело способно трансформироваться, меняться до неузнаваемости. После нашего расследования мы уверены, этого нельзя исключать. Большая победа дьявола в том, что он убил нас, в том, что его нет. А он есть. И все эти слуги дьявола, они около нас ходят. Мы привыкли считать, что мифы хороши ли для детей. И совсем забыли, что они несут в себе часть страшной правды. Правды, которая должна напоминать нам. Зло здесь, оно совсем я. Не теряйте бдительности. Помните, истина ближе, чем вам кажется. Продолжение следует...